Уважаемый главы государств, уважаемые члены делегации, разрешите мне с глубоким уважением предоставить следующее слово президенту Российской Федерации, его предсходительству Владимиру Владимировичу Путину. Уважаемый Сердар Грубан-Гулыевич, дорогие друзья, главы государств, Россия неизменно выступает за углубление партнёрских связей Каспийской пятёрки в политике, в сфере безопасности, в экономике и природоохранной области, а также по многочисленным аспектам гуманитарной повестки дня. При этом убеждены, что залогом процветания нашего общего региона служит неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. В Конвенции зафиксировано главное – именно страны при Каспийской пятёрке несут ответственность перед нынешними и будущими поколениями за сохранение Каспия и устойчивое развитие региона. В числе ключевых задач пятёрки, безусловно, рассматриваем дальнейшее наращивание региональных торгово-инвестиционных связей, углубление взаимовыгодной промышленной и высокотехнологичной кооперации. Отмечу, что объём российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растёт. Так, в 2021 году товарооборот увеличился более чем на треть – 35 процентов и составил 34 миллиарда долларов. В январе-апреле этого года он прибавил ещё 12,5 процентов. В этом контексте значимая роль отводится Каспийскому экономическому форуму, созданному по инициативе уважаемого Гурбангулы Меликулевича Берды Мухаммедова, которого мы сегодня рады поздравить с его юбилеем. Первое такое мероприятие состоялось в 2019 году в Туркменбаши и планируется провести второй форум осенью в Москве. Благодарен коллегам за поддержку этого предложения. Отмечу, что у пятёрки имеются большие возможности для взаимодействия в сфере энергетики. Уже реализуются договорённости о совместной эксплуатации находящихся в акватории Каспия месторождений нефти и газа. Это позволяет разумно и эффективно, соблюдая интересы сторон, использовать природные богатства Каспийского моря, как в традиционных, так и в инновационных, альтернативных секторах энергетики. Многое, на наш взгляд, предстоит сделать для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона. В первую очередь речь идёт о выстраивании международного транспортного коридора Северо-Юг. Здесь коллеги уже говорили об этом. Я полностью разделяю такие подходы. Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяжённостью 7200 километров от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии. Скорейшему запуску этого коридора призвано способствовать вступившее в силу в прошлом году соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в области транспорта, которое направлено на превращение региона Каспийского моря в крупный международный логистический узел. Я вижу, как активно развивается это направление в Казахстане, в Азербайджане. Нам с российской стороны тоже нужно предпринять энергичные усилия в этом направлении. И хочу вас проинформировать, что в России принята и реализуется стратегия развития национальных морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года. Мы расширяем на Каспии соответствующую инфраструктуру. Особое внимание уделяем портам Астрахань, Аля и Махачкала. Помимо экономики, другим важнейшим направлением является укрепление сотрудничества пяти наших стран по тематике экологической безопасности, сохранение Каспия и его живых морских ресурсов. Вот сейчас только что президент Казахстана говорил об этом, президент Азербайджана говорил и сейчас, и в закрытом режиме, в узком составе полностью разделяю эти озабоченности. Было бы целесообразно нарастить совместные возможности по оперативному реагированию на природные техногенные события и явления, которые могут негативно влиять на жизнь и благополучие людей в регионе. Среди них обмеление водоёма, резкое сокращение осетровых видах рыб. В этой связи хотела бы подчеркнуть, что Россия стремится вносить существенный вклад в решение проблем, связанных с сохранением биоразнообразия на Каспии. В частности, ежегодно выпускаем в Каспийское море до 40 миллионов штук молоди осетровых, благодаря чему свыше 80% так называемого русского осетра сегодня происходит с российских рыбоводных заводов. Кроме того, успешно реализуются проекты по защите морских млекопитающих и птиц, по очистке морской воды от пластика и многие другие. Полагаем, что для более эффективного сбережения хрупкой морской экосистемы необходимо завершить процесс формирования соответствующей договорно-правовой базы, основу которой составляет рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская конвенция от 2003 года. В этой связи предлагаем подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон этой конвенции. Выступаем также за то, чтобы ускорить введение в действие уже подписанных документов в таких важнейших сферах, как предотвращение морских инцидентов, борьба с терроризмом и организованной преступностью. Весьма полезно было бы ускорить работу по находящимся на стадии согласования проектам новых пятисторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности мореплавания, поиска и спасания на море, научных исследований о борьбе с браконьерством и наркотрафиком. Разумеется, самого пристального внимания требует вопроса укрепления культурных, образовательных, спортивных, туристических и молодёжных обменов между государствами пятёрки. В частности, предлагаем дать поручение Министерствам культуры в качестве пилотного проекта я знаю, что во всех наших странах это активно развивается, а что я имею в виду, пилотного проекта собрать воедино шедевры ковроткачества, которыми гордятся все наши страны, и провести их в виде передвижной выставки или фестиваля по всему региону. В свою очередь, Союз кинематографистов России предлагает провести Каспийский кинофорум. Это тоже полезная идея, думаю, её вполне можно было бы поддержать. И, конечно, следует активизировать развитие регионального туризма, что, безусловно, будет способствовать сближению народов наших стран. К примеру, в Астраханской области в будущем году будет сдан в эксплуатацию первый на Каспии большой круизный лайнер Пётр I. Запуск тематических круизов по Каспийскому морю даст возможность лучше познакомиться с богатыми историческими традициями, с наследием прикаспийских государств, посетить достопримечательности, принять участие в культурно-просветительных мероприятиях. Уважаемые коллеги, в заключение я хотел бы вновь подчеркнуть. Устойчивое развитие Каспийского региона, повышение уровня жизни его жителей, без сомнения, всегда было и остаётся приоритетной задачей сотрудничества государств пятёрки. И Россия готова принимать в этой работе самое активное участие. И ещё раз хочу поблагодарить уважаемого Серждара Гурбана Гуловича за организацию нашей совместной работы. Спасибо.